компьютер, сейчас секундочку, вот вы видите, вы видите то, как проходили и будут проходить еще наши вебинары в дальнейшем, вот 30 число у нас 20-23, это сегодня у нас на этой неделе, и на следующей неделе у нас будут тоже два вебинара, 27 и 30 числа будут две интересные темы, поэтому ждем вас по-прежнему вторник и пятница в 10 часов дня, и сейчас я хочу пригласить, ой, случайно вам открылась следующую тему, кто успел, тот посмотрел, и сейчас я хочу с радостью для этой прекрасной темы пригласить чудесную Елену Куча, которая расскажет нам, раскроет эту тему, Елена, вы с нами, добрый день. Да, я вижу ваши слайды, вас нету, все прекрасно, все есть. Да, все вроде бы в порядке, здравствуйте всем, видно, слышно, Сеточка, ну поскольку я чат не смотрю, за ним меня, возможно, я буду на вас ориентироваться, что звук хороший, видео, все в порядке, да? Ну хорошо, да, спасибо, чат читаю, ответите бы вопросы, если будет время, спасибо. Отлично. Ну что, друзья мои, давайте начинать, потому что у нас время имеет четкие ограничения, и тема очень большая. Ну я так специально построила вам как бы темы, чтобы круг у вас по окончанию, я надеюсь, нашего тренинга, он замкнется в голове, потому что наше с вами здоровье начинается с нашего момента зачатия, затем очень сильно на наше здоровье влияет сам процесс вынашивания беременности, как этот ребенок развивается в утробе у мамы, да, мы с вами уже детское здоровье проходили, сегодня мы поговорим о женском и мужском, эти темы, естественно, перекликаются, но сейчас мы будем делать акцент уже на, конечно же, организм наш, но вы все время, я хочу сказать, задаете вопросы в чате, очень, ну знаете, как неправильно, да, так формулировать свою мысль, я хочу сейчас изначально вам сказать, если вы даже когда-то что-то спрашиваете, да, не важно у меня или вы хотите получить какую-то другую консультацию, пожалуйста, для того, чтобы помочь в решении какой-то проблемы, очень важно знать, первое, ну, естественно, полчеловека, мужчина или женщина, дальше, очень важно знать возраст этого человека и очень важно знать его текущее состояние, потому что, когда вы пишете, а что может помочь при остеохондрозе или там при давлении или еще что-то, то, понимаете, это невозможно ответить на этот вопрос, потому что существуют сразу вопросы, кому помочь, какое сейчас состояние организма, потому что по схеме приема нужно учитывать артериальное давление человека, что-то можно порекомендовать, чего-то нельзя, понимаете, поэтому должна быть очень четкая конкретика запроса, но это вот как бы, я сейчас уже решила об этом сказать, потому что пока мы дотянем с вами до модуля вопроса и ответы, в чате сыпятся у нас сейчас всевозможные такие запросы. Потом я еще скажу несколько слов для особо бдительных, которые, значит, изучают там составы этикетки. Друзья мои, когда вы задаете такие вопросы и находите там, значит, да, допустим, ничтожную концентрацию того или иного вещества в составе, первое, понимаете, задаете вопрос о том, что это вредно или там еще что-то, я хочу, чтобы перед тем, как вы задали этот вопрос, вы в первую очередь подумали, но вы считаете, что вы об этом знаете, а создатели продукта в этом ничего не понимают, поэтому они включают вредные элементы, но это же просто смешно. И думаю, что Google вам всем в помощь сейчас, вы можете конкретно забить любой там ингредиент, который вас напрягает и посмотреть, допустим, с точки зрения там косметологии или применения БАДов, что сие означает, по какому поводу это там, значит, может быть внедрено. И тогда вы сможете намного быстрее ориентироваться, намного быстрее сами себе отвечать на вот эти вопросы, потому что, увидев слово кандида, понимаете, не надо падать в оморок и думать о том, что вы сейчас получите заражение организма. Ну, послушайте, ну, как бы это авторские вещи, люди создавали этот продукт, это люди, которые номинировались на Нобелевские премии, и просто смешно думать о том, что они вообще чего-то не знают в этой жизни. Договорились? Значит, вот не торопитесь никогда задавать вопрос. У вас же есть всегда возможность посмотреть и самим изучить эту тему. Ну, а мы с вами сейчас будем говорить о здоровье. И поскольку я сказала, что, смотрите, начинается наше вообще с вами здоровье, в каком бы возрасте, о ком бы сейчас речь не шла, да, то ли это уже ребёнок, подросток, вот, да, мужчина, женщина, вопрос вообще по большому счёту заключается, какое количество лет уже этот организм находится в процессе своего, своей жизнедеятельности, и насколько этот организм поражён теми или иными, допустим, ну, нарушениями вот этой самой процесса нашей с вами жизнедеятельности. Потому что ключевой фактор здоровья, он звучит так, да, в связи с изменившимися технологиями производства продуктов питания в 21 веке нагрузка токсинов на наш организм, она увеличилась втрое, и, соответственно, наша система детоксикации, а я сейчас говорю о главном органе, который называется наша печень, да, вот именно, который отвечает за процесс детокса, находится на грани возможного. Поэтому сейчас очень вам просто будет разобраться, с одной стороны, запомните раз и навсегда, что какие бы проблемы мы с вами не начинали регулировать в организме, то ли вы спрашиваете о кожных заболеваниях, то ли там о костномышечных, то ли о сердечно-сосудистых и так далее. Всё будет упираться изначально, любая программа, она будет упираться, и начинать её нужно с детокса, и с запуска наших с вами систем выделения и выведения всего, чего нам не нужно с вами из организма. Ну, посудите сами. Простой приведу вам пример. Допустим, мы видим, всегда привыкли видеть поверхностную какую-то картину. Вот, например, вот у человека гипертония. Чем может помочь наш продукт? Задаете вы вопрос. У человека остеохондроз, грыжи, там это. Чем может помочь наш продукт? Наш продукт может помочь всем самым главным. Запомните, что любые изменения в виде диагноза, которые сегодня существуют, это изменения на уровне органики нашего организма, на уровне поражения того или иного органа. Понимаете? В золшном пузыре камни, в печени уже фиброз ожирения печени, в почках камни, в кишечнике там уже тоже, значит, себе другие какие-нибудь каловые камни, сосуды уже далеко не имеют тот вид, который они должны были иметь. И вот представьте себе этот организм внутри, да? И мы с вами спрашиваем, а чем можно помочь? Что значит помочь? Это значит, мы запустим некие процессы, обновления, регенерирующие, да? Восстанавливающие. Но мы с вами знаем, что наш продукт может восстанавливать практически все. Но прежде чем что-то восстанавливать, друзья мои, непосредственно к этой клетке нужно добраться. И мы с вами изучали сердечно-сосудистую систему, эти главные магистрали. Я вам говорила, что если нет дорог из точки А в точку Б, то как вы собираетесь туда, в эту точку Б, что-то такое донести или вообще доставить? Понимаете? И в любом случае, когда организм включается, то запускаются общие процессы. А там у нас, например, неработающая почка, потому что там песок и камни. А там у нас еще что-нибудь, да? Ограничения по желудочно-кишечному тракту мы с вами проходили. Например, у человека уже там гастрит, поражения там всевозможные, там хеликобактерные, там дисбиоз кишечника. И только он выпивает Ба-Лайф, и сразу первое, о чем мы начинаем спрашивать, что у меня вздутие после Ба-Лайфа, у меня там запоры, значит, после Ба-Лайфа. И вы пишете, что вы пишете? Это что мне, этот продукт не подходит? Да нет, друзья мои. Ну как же ж не подходит? Этот продукт в данном случае выступил очень серьезным индикатором того, что вы должны знать состав. Потому что Ба-Лайф – это пять видов самой лучшей клетчатки, которая может быть. И если эта клетчатка, она вызвала, ну, скажем так, вздутие, то это означает только одно, что эта клетчатка была не переработана, не усвоена. Значит, некому было кушать эту клетчатку, потому что клетчатка употребляется нашими с вами бактериями. Нам она с вами не нужна, понимаете? Вот, а бактерии уже производят все, что нам с вами нужно. И вот поэтому вы должны думать о том, что не продукт не подходит, а нужно думать о том, что нужно, у вас показатель состояния дисбиоза организма. Значит, нужно продолжать прием, просто нужно уменьшить это количество, да, учитывая, сколько там, допустим, какая доза будет проходить без этого вздутия. И, конечно же, вы должны знать, что нужно заниматься подсевом. Там микробиоты, которые увеличивают популяцию ее. Значит, вы должны знать, какие продукты для этого у нас существуют. Я вам всегда говорю, что у нас существуют продукты, Zenfuse содержит у нас с вами, посмотрите на этикетку, популяцию, значит, микробиоты, а МПМ это содержит. И вы должны уже быть достаточно грамотными людьми, чтобы знать, что если вы начали пить один балл, айп, или ваш клиент начал пить один балл, значит, нужно присоединить еще продукты, даже, возможно, нужно купить пробиотик, допустим, в аптеке, пропить его 10 дней для того, чтобы быстрее вырастить эту популяцию. И дальше нужно, естественно, принимать баллаф для того, чтобы кормить и выращивать свою микробиоту. Понимаете? А вот просто так сразу писать караул, я там что-то выпил, и у меня там, значит, что-то такое случилось. Ну, друзья мои, вы меня извините, но продажи ваши будут стоять на месте, и, собственно говоря, ваше собственное впечатление от этого продукта тоже будет не на высшем уровне, потому что вы будете все время видеть какие-то отрицательные моменты этого продукта, не понимая, что в данном случае он вам показывает все ваши неполадки в этом организме. Поэтому мы, я очень долго думала, это очень большая тема, и поэтому я вам буду ее давать так, чтобы вам было вообще-то понятно, где растут ноги, в чем находится причина, и тогда, пожалуйста, вы сможете, не будучи никакими врачами, понимать, как идут эти процессы в организме, и, допустим, рекомендовать это своим клиентам. Значит, мы с вами говорили про продукты питания, да, и сейчас у меня тут, как обычно, со слайдами, с переключением, ага. И я уже вам сказала, что вот эта нагрузка на организм токсического поражения, она сейчас просто не дает, соответственно, развиваться нашим с вами каким-то, знаете, нужным, правильным системам регенерации в организме, и все силы организма уходят на вот эту вот борьбу, на это противостояние, потому что мы с вами сюда можем добавить не только красители, загустители, ароматизаторы, консерванты, понимаете, это бесконечные, гемодифицированные продукты, да, но сюда также войдут и вирусы и так далее, и я еще раз хочу сказать, что если вы хотите, как, знаете, в старые добрые времена, да, разжечь печь, но у вас забитый дымоход, тут будет только дым, так и здесь. На забитый грязный организм, если мы даем продукт, то его все силы будут уходить на разгребание вот этой вот грязи, а потом уже непосредственно только этот продукт сможет оказать вот то свое действие, да, регенерирующие, которое он должен, собственно говоря, оказать и сделать. Ну и сегодня, соответственно, когда люди находятся вот в такой жуткой системе, да, нагрузки на человеческий организм, вот, извините, да, вот эти все наши с вами продукты питания, химии и так далее, что, конечно, на этом фоне людям гораздо проще рассказать в интернете, развернуть пропаганду о вреде мяса и молоке какие-то страшные, вообще жуткие продукты, чем рассказать людям, а где же взять качественный продукт, да, а где же, допустим, как правильно сделать некую компенсацию, если уж мы с вами что-то такое вредное вынуждены употреблять, потому что не употреблять отдельные продукты питания, это еще намного хуже для организма. Рассказать человеку, какая существует норма употребления этих продуктов, вот во всем этом никто, в общем-то, разбираться не хочет, а проще, значит, да, демонстрировать свои познания вот в этом, в этой самой вредности. Но, понимаете, я ни разу не встречала почему-то таких прямо вот уже пропаганд в интернете, например, объяснить людям, а где взять качественный сульфактан, чтобы ухаживать и спасти свои легкие, да, вот, почему, потому что вы по большому счету его не купите, там и так и без нас стоит с вами очередь за какими-то премиального класса, хорошими маслами, да, там великолепными омегами. Продукт, ну, как бы не нуждается в рекламе, понимаете, покупателей на него хватает, потому что источники сырья хорошего качества, но они очень ограничены. И источники сырья, которые используют Джанес, это очень дорогостоящие натуральные источники, отсюда, безусловно, у нас, да, есть стоимость продукта, которая очень многих пугает, но я хочу сказать, что вы не правы, потому что если вы посмотрите отдельно стоимость этого источника сырья, ну, не знаю, любого, ну, давайте фукоидан возьмем, да, тот же там, или качественная омега-3, вот, то вы посмотрите, сколько это стоит, и вы посмотрите, сколько же вам нужно заплатить, а там уже начинается стоимость одной единицы от 300 долларов, определенное количество грамм, поэтому я вам хочу сказать, что стоимость резерва Эвитаблю или там Финити, она, безусловно, уже начинает, ну, выигрывать на этом фоне, но проблема все в том, что мы с вами этого не знаем, мы не понимаем разницы между синтетическим, да, продуктом, который введен в состав того или иного БАДа, вот, мы только видим вот стоимость и ориентируемся на то, что, ну, как бы мне сейчас подходит. Ориентироваться нужно все-таки на то, что нужно организму. Поэтому современные продукты однозначно наше с вами питание приносит в организм огромное количество токсинов, и к нашим с вами таким естественным нормам, которые нормальны, всегда будут образовываться токсины, в процессе пищеварения добавляется еще просто очень огромный мешок. И вы должны знать, что самый главный орган выведения уже токсинов, выведения, понимаете, после обработки, обработки, переработки этой печенью, это наши с вами почки. И механизм работы почек, он очень прост. Как это все работает? Все гиметические соединения, вы знаете, токсины, они растворяются либо в жирах, либо в воде. Значит, у нас есть жирорастворимая форма, да, токсинов, и есть водорастворимая форма. Поэтому 80% токсинов это водорастворимая токсины. И для того, чтобы они у нас с вами растворились, да, нам нужна с вами вода. О воде мы с вами уже тоже говорили. И вот в этой самой воде растворяются все соли, я уже сказала, все токсины, все соединения, и выводятся они, соответственно, все только с мочой, да. Если наша с вами почка здоровая, то токсины на 100% покидает наш с вами организм за сутки с этой самой мочой. Поэтому моча это зеркало всех обменных процессов. Сейчас в крови мало что проверяют. Даже все доппинги, вы видите, перешли только все моментально. Любые изменения в организме все можно проверить, естественно, по моче. Вот. Вирусные интоксикации то же самое, да, это огромное. Вот смотрите, когда работает вирус в организме, сильнейшая интоксикация, даже нужно ставить капельницу, чтобы сделать этот детокс, потому что ни печень, ни почки не справляются. И вот посмотрите на последствия ковида. Люди потом вынуждены месяцами что-то там лечить. А что они лечат сейчас? Какие последствия после ковида? Они лечат сейчас токсический удар, который они получили во время развития этой вирусной инфекции в организме. Понимаете? Вот. Поэтому увеличенное количество крови токсинов у нас с вами и называется токсикоз. И речь сейчас идет не о беременных, а речь идет сейчас о нас с вами. Вот. Поэтому мы уже говорили, что первый, кто попадает под удар, это наше с вами сердце, это наши с вами сосуды. И вот посмотрите, опять же, я сейчас просматриваю множество анализа, УЗИ, люди, которые принесли ковида, не имеют осложнения. Вы знаете, что вирус повреждает нашу саму нервную ткань, очень сильно страдают сердечные клапаны, они прямо сейчас такие, знаете, там жуткие, сморщенные, да, совершенно неэластичные. Почему? Потому что сердце и сосуды первые попадают под раздачу. Вот где? В крови. Кровь постоянно, да, она у нас не движется, и, соответственно, токсины, они постоянно циркулируют в этой самой у нас крови. Поэтому, если мы уже говорим о том, что вот сейчас, да, общая тема, которая будет цеплять наше с вами вообще в целом здоровье, то вы должны знать, что первое, в отношении здоровья, это каждый день отслеживайте и смотрите, как вы в организме снимаете интоксикацию. Мы с вами поговорим, а как же вы ее узнаете, как вы ее почувствуете, эту интоксикацию, потому что, я повторяю, интоксикация хроническая, которая у нас годами циркулирует в крови, накапливается в организме, вызывает абсолютно все диагнозы, которые вы знаете. Значит, смотрите, вот первый диагноз, который присутствует абсолютно у всех, и вы сейчас узнаете. Этот диагноз называется артериальная гипотензия. Другими словами, пониженное артериальное давление. И очень многие люди, практически все, уверены, что это ничего сие для организма вредного не означает. Они просто живут годами вот с этим состоянием организма, это даже не диагноз, понимаете? Вот почему такие споры? Наверняка, вы знаете, у нас еще пишут заключение вегетососудистая дистония по гипотоническому типу или нейроциркуляторная дистония, там, и всякое разное. А западная медицина, она отошла, она как бы не признает это за диагноз, никто не может понять, почему, но потому что не признают хроническую интоксикацию организма за диагноз. Это вот состояние организма. Но мы с вами должны знать, что, о чем мы сейчас говорим, вы должны знать, что чем выше в крови количество циркулирует токсинов циркулируемых, тем ниже артериальное давление. Поэтому у всех людей, у которых пониженное давление, это пониженное кровообращение всех, сниженное кровообращение всех органов. И первому, кому не достается это самое давление от подачи крови, это наш с вами мозг, это наивысшая точка подъема, понимаете? Поэтому этим людям все время хочется прилечь, понимаете? Они вот работают и в течение дня уже не выдерживают, им надо все время полежать. Или просто встать и вот нужно прилечь, да? Поэтому вот артериальная гипотензия или там гипотония, это не безобидное состояние. Это состояние, которое нам с вами гарантирует все последующие заполевания, чтобы вы это понимали самое главное. Поэтому у нас существует норма 120 на 80. Вот это норма, давление, да? Но если вы видите несколько стадий, вот здесь первая стадия, да, 110 на 70 некоторые ходят, и дети сюда же попадают, родители уверены, что это все в порядке. Значит, вторая стадия, 160, ну и вы видите, что очень многие находятся с давлением ниже 90. это классическая артериальная гипотензия, виновник этому наши с вами почки. И вот мы так с вами ходим, 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 а мы уже знаем, когда с этим ходят беременные, чем это все заканчивается уже, да, сегодня тоже проговорим, потому что все мы с вами когда-то рождались, и соответственно, затем всю жизнь вы можете потом проследить, у вас это развитие шло именно так, вот как я вам говорила. Значит, еще раз хочу сказать, артериальная гипотензия, это универсальная реакция на почечный токсикоз. Понятно это, да? И 98% людей, они все имеют повышенный токсинный уровень, это почечный токсикоз, у них низкое давление. И вы знаете, что любой врач вам скажет, что все гипотомники по жизни, это классический, потенциальные гипертоники. Давление вдруг потом резко как-то начинает прыгать, а что значит для гипотоника с 90 или со 100 поднять давление на 130, для него это уже, извините, гипертонический кризис. Это так плохо, но это для гипотоники это равносильно, что 180 уже давление, понимаете, у него такие же точно жуткие страшные ощущения, там и головные боли, и тошнота, и рвота, и все. И вдруг поднялось давление вдруг, понимаете, у меня давление, и они не могут поверить, они говорят, я всю жизнь был гипотоником, о чем вы мне говорите, почему вы мне выписываете таблетки для гипертоника, я же гипотоник, ну получился у меня скачок. Нет, друзья мои, просто доктор знает, что вы с этого момента уже перешли в разряд гипертоника, и на самых невысоких цифрах у вас начнутся там всевозможные тахикардии, сердечные проблемы, и все. И что, смотрите, и мы прямо так легко и быстро влетели в пожизненный прием лекарств. А что же на самом деле происходит с организмом, вы теперь знаете. Как уйти, да, от этих таблеток, сколько вам времени на это потребуется, многим нет, сколько времени на это потребуется, я вам скажу, забегая вперед, не меньше года, потому что вспомните, какое количество лет вы прожили в состоянии классической гипотензии, то есть вы прожили в состоянии почечного токсикоза, вы прожили все эти годы в повреждении токсинами всего, чего можно было, и, соответственно, все сформировалось, как оно сформировалось. То есть когда у нас с вами начинает, значит, толсти нижняя граница, да, то есть вот там, где 80, ориентируйтесь всегда на нижнюю границу, когда там поползло уже 90 и выше, это уже совсем плохая картина. И сколько я провела уже анализов, да, провела уже обследование, то я вам хочу сказать, что анализаторы крови, вот кто работает с ними, да, все работают, любой анализатор крови делает, когда вы, значит, сдаёте анализы, вот, то, как правило, на первом месте выходит вегетососудистая по гипотоническому типу, и на втором месте сразу же идёт заключение нефротоксический синдром. То есть вот я это вижу, эту классику. Вы понимаете, если у меня из тысячи пройдёт несколько человек без нефротоксического синдрома, то я очень даже удивляюсь. Хотя я задаю вопрос и тем, и тем людям и с токсическим синдромом, и весь я спрашиваю одно и то же, сколько чистой воды вы пьёте в день? И вот поверьте мне, вот эти девятьсот девяносто восемь человек из тысячи расскажут о том, что они не пьют, они пьют всё, что угодно, только не воду. Значит, что нам с вами нужно, когда знать 120 на 80 это давление означает, что у вас почечного токсикоза нет, да, и, кстати, это можно проверять, недаром же доктора рекомендуют мерять давление в принципе, да, постоянно. Вы можете проверять, это вы можете обслеживать сразу, когда ваше давление станет нормой, что вы кушали, сколько вы пили, понимаете, какие продукты принимали, то есть и вдруг это давление стало 120 на 80, вот это отсутствие токсикоза, понимаете, это моей маме, слава Богу, сегодня 81 год, её давление 120-128 сил возрастных там до 130 изменений, и всё, что я делаю, почему она не принимает никаких таблеток, а только находится на батах, всё, что я делаю, я прекрасно понимаю, я слежу за отсутствием вот этого самого токсикоза, понимаете, и если когда-никогда вдруг мама говорит, что, значит, что-то у меня там голова начала болеть, по мере давления, мы видим, что давление там вдруг поднялось до 140, то я всегда у неё спрашиваю, сколько ты уже не пьёшь воды, забыла, она говорит, пью чай, но чай это еда, а не вода, понимаете, то есть всё включается, вот весь остальной токсикоз начинает работать как угодно, значит, смотрите, когда почка наша с вами не работает уже на 100%, организм подключает кожу как выделительный орган, то есть мы вдруг можем заметить, что начали потеть, понимаете, подключается вот потоотделение и очень сильное, и некоторые, они, вот, допустим, ну даже ещё молодёжь, взрослый возраст уже, знаете, что замечает, что они в бане ходят и не потеют, сидят и говорят, я не потею, но вы вообще себе представляете, какой там уже, если уже не подключается, да, наша с вами кожа, а это самый большой, извините, больше двух с половиной квадратов выделительного органа кожа есть ничто иное, если уже это не подключается, то с интоксикацией всё уже очень плохо, вот, и соответственно молодёжь, они как бы быстрее, да, на это, но даже вот очень часто люди говорят, я когда потею, многие говорят, нет, мне потеть нельзя, я не буду там ходить в зал, ничего, говорю, почему, я когда потею, у меня сразу что-то тут же выскакивает, у меня какие-то прыщики, какая-то сыпь, начинает там чесаться и всё остальное, в общем, у меня аллергия, и многие идут к врачу, а врач им что говорит в этом случае, а вы синтетику поменяете на хлопок, на футболку, у вас не будет, у вас аллергия на синтетику, но это вообще полный капец, потому что, понимаете, у человека вот действительно, ну, существует, интерпретация совершенно другая, причём здесь там, я не говорю, что синтетика это хорошо, но это говорит о том, что кожа подключилась, она выводит, соответственно, вот эти лишние токсины, что при этом случается с кожей, когда токсин только попадает на кожу, ну, естественно, получается всевозможные эти высыпания, там, чешется и так далее, вот так называемая аллергия, это псевдоаллергия, друзья мои, если вы хотите узнать, настоящая ли это у вас аллергия, даже если вы когда что-то приняли из продуктов Джанес и очень многих что-то там посыпало и сразу кричат, у меня аллергия, значит, мне, наверное, этот продукт принимать нельзя, я всегда спокойно отвечаю следующим образом, нужно сдать анализ крови, обычный клинический анализ крови с пальчиком, ничего другого, и если ваши зенефилы в порядке, понимаете, то это, вот это самое классическое токсикодермия, то есть продукт сколыхнул ваши очистительные системы и что-то присоединилось уже через кожу, потому что почка не сработала, с водой вы не дружите, понимаете, и сыпануло через кожу, но это не значит, что продукт не подходит, да, и вы всегда должны помнить про этот самый водный режим. Значит, установить причину токсикодермии, что же с вами происходит при вот этой интоксикации, достаточно легко, сдайте волос на анализ, сейчас это делает везде, если вы хотите, да, и посмотреть, как великолепно работает еще продукт, сдайте волос на анализ, но здесь немножко, знаете, какая может быть у женщин, у мужчин вообще все отлично с этим будет, а вот у женщин будет погрешность, тут надо уточнять, почему, потому что женщины красат волосы часто долго, понимаете, и нужно, если вы захотите сдавать где-то анализ в своих там регионах, то вы этот вопрос должны обязательно уточнить правильно, потому что, скорее всего, вам дадут рекомендацию, сколько и какое количество времени вам красить нельзя, но когда вы сдадите эти волосы на анализы, вам там вот эту всю картину маслом нарисуют, и вы поймете вообще, что за диагнозы действительно формируются. универсальный показатель почечного токсикоза это выпадение волос, особенно у женщин, да, что мы в этот момент делаем, сколько народу к нам обращается по поводу выпадения волос, понимаете, мы, конечно же, у нас есть прекрасная система ревир, да, при, которая, значит, работает по всем, так сказать, проблемам с нашими волосами, ну, друзья мои, очень часто люди выбирают из этой системы, вот у меня тоже такой случай был, конечно же, сыворотка, там же написано против выпадения волос, люди же все сами принимают решения, и женщина купила сыворотку, и я, конечно, как могла, объясняла, что сама по себе сыворотка здесь важна, но она будет больше играть роль к стимулу, для того, чтобы эти волосы росли, те, которые там выпали, и по какой-то причине не произрастают заново, да, а причина очень серьезная, интоксикация, повреждение волосы, нового поликола, и как бы с одной сывороткой мало, мы можем решить эту проблему, нужно принимать вовнутрь продукты, нужно, значит, обязательно еще добавить очищающий шампунь, потому что нужно следить, в первую очередь, за кожей головы, в этом случае, здесь тоже находится у нас с вами, будем говорить, выделительная система, тот же самый кожный покров волосы на части головы, и когда люди, ну, в общем-то, делают по-своему, то получается то, что получается, продукт не помогает, волосы, я вымазала сыворотку, волосы выпадают, поэтому не нужно идти на поводу, если вы, я вам, к чему это объясняю, да, к продажам, спрашивайте у человека, сколько пьет водички, да, какие там уже были, какое давление, то же самое артериальное, и вот при вот этом все, вы уже можете понимать, что идет токсикоз, и рекомендовать те продукты, помимо того, что вы дадите серию для волос, значит, нужно еще обязательно продукты внутреннего потребления, вот, к токсинам на коже у нас с вами присоединяется сразу всякая дрянь, там, клещи и так далее, вот, для них это отличная кормовая база, и начинаем заниматься всеми прыщиками, вместо того, чтобы в этот момент заниматься действительной программой по восстановлению прыщик, значит, что мы с вами еще должны знать, токсины у нас с вами бывают крупные, мелкие, средние, вот эти, которые у нас с вами мелкие, они выводятся через кожу, а вот те, которые крупные, организм уже не может, понимаете, выводить их через кожу, и вот здесь у нас с вами подсоединяется вопрос, а куда они деваются эти токсины, так вот, запомните, что крупные токсины и средние тоже организм у нас с вами прячет в наши кости, бокалосуставные сумки, кости, и вот очень часто можно услышать людей, которые говорят, что на перемену погоды, на дождь крутит у них, начинают кости крутить, там ноги, руки, вот это, причем здесь дождь, это показатель классической интоксикации, и все это длится годами, ортопеды годами выписывают там всякие вам мазилки, да, но до тех пор, пока не придет уже вопрос операции, потому что диагноз артроз, артрит, кстати, аутоиммунные вещи на этом развиваются очень сильно, потому что иммунная система будет на это реагировать, на эту интоксикацию, и, соответственно, начнет рано или поздно нападать, ну, если речь идет о мягких парнях, да, которые, вот все, что около сустава, разрушение в результате интоксикации идет очень сильное, межпозвоночных дисков, связок, сухожилий, нарушение, моментально летит костно-мышечная система, и вот последний вопрос, который я видела в чате, там перечислены все диагнозы, начиная с остеоартроза, артрита, остеохондроза, грыж, ну, все, что может быть, и такой вопрос, что может помочь из наших продуктов, поэтому я, друзья мои, смотрю на это всегда, знаете, как-то с большой грустью, почему я смотрю с большой грустью, и другой раз даже не отвечаю, потому что ни владелец этих диагнозов, ни тот человек, который хочет помочь этому человеку, к сожалению, вот в этом не разбирается, понимаете, и они будут каким-то образом искать только в описаниях какого-то продукта, где будет написано, при артрозах, при там грыжах, при вот этом, все, это значит, мне поможет, ничего не поможет, никому еще не помогло, потому что существует общий фон, общий процесс, понимаете, и продукт вы купите самого сильного действующего, восстанавливающего, Джанес, потому что все продукты работают на стимуляции выхода наших собственных стволовых клеток в кровь, и эта стволовая клетка, она может превратиться в любую клетку любого поврежденного органа, но этого просто не произойдет по той простой причине, если этот организм будет по-прежнему находиться вот в этом повреждении, в этой интоксикации, и все, что сделает эта стволовая клетка, она пойдет как раз-таки на восстановление, ну, скажем так, на остановку этого процесса, понимаете, и в первую очередь это будет направлено в самые, ну, нуждающиеся системы, которые очень сильно страдают, это системы нашего с вами детокса печени, выводящие это почки, понимаете, вот, а мы в этот момент ждем, когда наконец-то у меня исчезнет грыжа, и не хватает ни терпения, ни времени, ни понимания, каким образом этот результат получается, поэтому, значит, что у нас с вами проблемы костно-мышечной системы, это просто бесконечный медицинский бизнес, остеопороз, классический диагноз после длительной интоксикации, то есть, в ответ на поступление организма у нас с вами мудрый, вот этот запас костная ткань, да, она нам с вами служит, нужна для прочности, но мы сами ее уничтожаем, эту прочность, потому что токсины заходят, организм удаляет оттуда кальций, допустим, да, уже все, что не нужно заполняется другими веществами, что у нас получается остеопороз, если в этот момент назначать, врачи давно перестали назначать этот самый кальций, да, вот, почему это бесполезно, потому что весь этот кальций туда вообще никогда никак не встроится, а только осядет в виде извести песка в наших с вами почках, поэтому люди с вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу, особенно когда это уже там мужчины или женщины, особенно когда уже меняется гормональный фон, да, это люди, которые всегда будут иметь дефицит кальция, который не будет обнаружен как таковой в крови, но это люди, которые уже находятся в стадии развития соответствия костно-мышечных заболеваний и того же самого устал пропускать. Значит, очень многие проверяют мочу, да, что такое, как проверить, да, посмотрели на мочу, моча белая, светлая, как слеза, и все радуются, они думают, что это хорошая моча, это очень плохая моча, это, ее еще называют моча углеводника, мы об этом поговорим с вами, моча должна быть определенного цвета, пусть и желтая, и насыщенная, и с запахом она должна быть, потому что это означает одно, что почка работает, а почему запах, а почему цвет, а потому что вот это выходит токсинами, и работает здесь все, и печень на вывод, на упаковку жирностворимых, и почки работают, понимаете, на вывод уже водорастворимых, но когда это вообще белая, светлая моча, и многие просто радуются этому, они думают, что у них почки в порядке, я вам хочу сказать обратное, у вас большая проблема, значит, что у нас получается, у нас получается, что после этого до сигнала остеопороза у нас летят зубы, начинают, но у нас есть на что спихнуть зубы, да, в общем-то и мало кто задумывается, что как раз таки это показатель той же самой интоксикации, поэтому, друзья мои, у женщин на 6-9 неделе классический выкидыши, я вам уже про это рассказывала, да, люди с пониженным давлением постоянно пьют кофе, вот, и еще один признак, да, потому они постоянно пытаются стимулировать, а где происходит стимуляция, кого, кто реагирует на почки, на кофе, безусловно, почки, но это реакция всего лишь 20-30 минут, дальше все начинается сначала, как еще у нас с вами проявляется токсикоз, проявляется у нас с вами токсикоз в виде задержки воды, в форме задержки воды, значит, женщины начинают отекать, вода собирается в подкосно-жировом слое, она может собираться в мозге, в печени, где угодно, что мы испытываем, особенно ярко видна отечность на лице, да, когда мы, вот, заметьте, с возрастом лицо плывет, вот, и отечное такое, да, расплывается даже все черты лица, вот вам показатель долгой классической почечной интоксикации, что мы еще видим, быстрый набор веса, да, то есть, такие реактивные наборы веса, и женщины, они думают, что они худеют, то есть, они только начали придерживаться, у них сразу раз 3 килограмма, позже похудела на 3 килограмма, это с вас вышло 3 литра воды, отечность, вес, вообще никуда не ушел и не собирался еще уходить, поэтому радоваться рано в первый месяц, два уходят только отеки, это ни в коей мере не еще потеря веса, но точно так же многие взвешиваются и говорят, что у меня уже к вечеру набрался вес, да, вот это вода, друзья мои, это резкие колебания веса, и безусловно тяга к слабкому, значит, вот это сейчас несколько слов о самом главном симптоме, который нам с вами устраивает множество диагнозов, которые мы уже видим в виде холестерина, повышенного диабета и так далее, но изначально тяга к сладкому возникает у нас с вами при почечной интоксикации, понимаете, когда токсины превышают свой уровень 10 пациентов допустимых в крови, значит, у нас организм переключается на другой, сразу же на другой тип, вот, и мы хотим буквально прямо нас подрывать, мы хотим что-то такого вкусненького, что-то сладенького, беременные, вы знаете, это такие могут выдавать капризы, будь здоров, там, если сейчас не съем там сгущенку или пирожное, умру, вот, и вы должны знать, тяга к сладкому, это показатель интоксикации, поэтому если вы заметили за собой, очень просто, что у вас вдруг какая-то тяга, вот, немедленно съесть этот шоколад и так далее, знайте, что вы находитесь в состоянии гипоксии и интоксикации, потому что интоксикация еще автоматически снижает у нас с вами пониженное, вернее, давление, оно, я вам уже говорила, да, самая высокая точка подъема мозг, это недополучает у нас с вами кровь и кислород, и, соответственно, в качестве компенсации мозг требует быструю дозаправку глюкозы, и ты вдруг такой получаешь пинок что-то съесть, что никто тебя не в силах остановить, понимаете, то есть, знайте, что все, у кого возникают позывы, вот этого самого, вдруг резкого такого, да, чего-то съесть, они переходят на легкое углеводное питание, значит, в организме идет патологический процесс, и вы можете себя ловить на этом и уже знать, что происходит. Я вот на тренировке, ну вот хожу, и очень часто женщины после тренировки выходят, одеваются, и они начинают, да, какие бедные мы, какие вот, как это тяжело сейчас там бороться, да, и с весом, и рыхлость какая-то, и вообще вот, ну тренируемся, молодцы, и вот он же что-то никак не уходит, и все обсуждают вот этот самый процесс, очень часто говорят, что как же сейчас прийти там не наесть, а как же сейчас хочется чего-то вкусного, я вот все время вспоминаю одну такую молодую женщину, она говорит, а мне вот такое, как часто бывает, как стукнет вообще полдевятого вечера, что вообще, если сейчас не съем пирожное, значит, заварное, то все, жизнь закончится, я встаю, иду, черти куда, в супермаркет, покупаю, съедаю, и все проходит, и это, а вторая говорит, и правильно, нельзя организм напрягать, вот что он подсказывает, то и нужно делать, я вот когда слушаю такие все, понимаете, умозаключения, да, то, конечно, вот я понимаю, что, ну, все очень плохо у нас со знаниями, технологией, здоровья, поэтому, друзья мои, запишите, что когда вы готовы за пирожное или что-то еще родину продать, то вы находитесь, это вам пример классического токсического удара сейчас в организме, тяга к сладкому, это не банальная прихоть, это превышение в крови нормы токсинов, и вот вам, что нужно в этот момент делать, я, кстати, когда консультирую этих людей и вижу нефротоксические синдромы, и, конечно, я им рекомендую продукты, я всегда говорю одну и ту же фразу, послушайте меня, значит, с водой вы вот это начинаете пить, вот это вы все начинаете принимать, но как только вы вдруг услышите, что вам захочется чего-то сладкого, я вас очень сильно прошу, в этот момент нужно открыть, немедленно выпить пакетик резерва, и вам это говорю, в резерв всегда должны быть сумочки, потому что предотвратить, остановить токсический удар, который, ну вот он сложился, вы не занимались этим вопросом, вот резерв в этом случае просто скорая помощь, просто скорая помощь, это нужно, бывает, и три надо выпить в день, но вы должны уже знать, что нужно сделать, чего, вернее, ты не делал очень долгое время, очевидно, прекратил, да, вот эту пить воду и поймал вот это состояние, дальше, вот он вам, четвертый закон здорового питания, вы можете его записать, что любые патологические процессы в организме, будь то гипоксия, будь то токсикоз, будь то стресс, будь это инфекция, будь это состояние хронического дисбиоза, они компенсируются диетологическим механизмом временного перехода организма на углеводный кит питания, понимаете, и вот тут ты вдруг понимаешь, что не хочу, ты говоришь, давай там, хочешь там мясо, нет, нет, ничего не хочу, не-не-не-не, ой, все, сейчас как хорошо, сейчас паска, все, надо разгружаться, ой-ой-ой, мне уже тут прямо вот этого без всего, друзья мои, значит, запомните, здоровый организм, когда с ним все в порядке, он будет всегда хотеть мясо, рыбы, молока, вы будете обсуждать это меню, чтобы сегодня такого приготовить, понимаете, там, завтра, и всегда будут эти хорошие, такие мощные белки, если вы начинаете думать о том, какую вам, как вам хочется погрызть чего-то углеводного, да, вас тянет там на хлебушек, на что-то сладкое, на какую-то выпечку, вместо мяса вы планируете, какие вам сейчас делать выпечки, значит, помните, в каком состоянии вы находитесь, очевидно, очень давно, поэтому, когда человек в интернете слушает все эти гадости про мясо, молоко и так далее, он, а сам находится в состоянии токсического, уже классической токсикации, он, конечно же, ему что, вот, вот это точно про меня, вот, где собака зарытая, все, до свидания этим всем вредным продуктом, здравствуй, мои здоровые растительные, да, и у нас рождаются вот таким образом всевозможные последователи всяко разных питаний, которые потом болеют точно так же, как и все остальные, значит, если у нас идет токсическая беременность, то, соответственно, у женщины будет токсическая лактация, в молоке будет превышенное количество токсинов, потому что, как она выходила, да, так же это почки продолжают работать, значит, что мы будем иметь дальше, мы будем иметь дальше, что ребенок будет отказываться это молоко пить, у него будет рвота, срыгивание часто, это показатели у мамы токсикоза, то есть ребенок плохо все это выдает назад, потому что его желудок уже работает, иммунная система работает, она определяет эти токсины, она их не пропускает дальше у ребенка рвота, и ребенок попадает куда? На искусственное оскарбливание, потому что мама на молоко никуда не годится, но очень редко, когда хоть какой-то доктор порекомендует маму отправить на правильный анализ взятый с груди молоко, для того, чтобы понять, что проблема в маме не проблема в ребенке. После такой токсической беременности и такой же токсической лактации, когда у нас начинаются проблемы с вами по здоровью, буквально через несколько лет у мамы гарантированный диагноз фиброзно-кистозная мастопатия. Сейчас на этом слайде я вам коротко объясню, что делают эти токсины в крови, то есть до 12 недель вы помните они активно повреждают плод, это рождается уже ребенок с поврежденной своей системой почечной, либо это будет выкидыш. Вот два варианта. Лактация идет, это опять же молоко с токсинами, значит, что после этого процесса в организме происходит, вот все процессы, все по-женски заболевания перед вами сейчас на экране. Поэтому нет сегодня здоровых женщин, никого не удивляет эта статистика, абсолютно все женщины имеют те или иные диагнозы, понимаете, если нет фиброзно-кистозной мастопатии, это просто не рожавшая женщина, это женщина, которая либо столкнулась с бесплодием, понимаете, либо это уже будет, она родила первого ребенка, но не может забеременеть вторым, в чем проблема, гинеколог смотрит, все в порядке, понимаете, и трубы, и все, пишется диагноз вторичное бесплодие, нужно написать, что это вторичное почечное бесплодие, но зачем это писать, зачем это лечить, когда сегодня у нас с вами стоит искусственное оплодотворение, столько денег, это вообще целый бизнес, а поскольку родители хотят второго ребенка, они идут на это, но я сколько провела собеседований с мамами, которые проходили искусственное оплодотворение, понимаете, там все дальше классическая реакция, у мамы развал по организму полностью, потому что это гормональная стимуляция на гормонах вынашивает уже была беременность, дети, как правило, рожденные дети аллергики, вот, значит, но, что мы с вами в классическом имеем, таком, да, в нашем понимании, это организм, который перенес длительное время токсические вот эти поражения, удары, первый признак у женщины, нарушение ее, да, здоровья женского, это пропадает половое влечение, вот, прямо на этом страдают и сыпятся очень многие семьи, ну, вот, не хочу и все. Второй признак это уменьшение, значит, по дням первой фазы менструального цикла, да, она анаболическая фаза, вы знаете, что первая фаза начинается вот с первых месячных, вот, и вот, как правило, в первой фазе у женщин всегда хорошее настроение, муж любимый, все радуют, никто не раздражает, все замечательно, но как только наступает вторая фаза, да, катаболическая, что с женщиной происходит, это классические ПМС-синдромы, там начинается раздражительность, депрессия, понимаете, там, там, ну, в общем, истерики, мужчины вообще перестают понимать, что происходит, да, с этими женщинами, ну, вообще в норме такая фаза должна длиться не больше трех дней, но когда у нас с вами идет вот такая, такой токсикоз, то у нас первая фаза уменьшается, хорошая наша с вами гормональная, а вот вторая удлиняется, и получается, что женщина находится в нормальном состоянии только два-три дня в месяц, все остальное у нее там ПМС, ну, плюс еще подсоединяются психогенные факторы защиты, потому что у женщины даже изменяется реакция на запахи, и вот муж побрызгался каким-то там любимым парфюмом, он вчера был любимый у женщины, а сегодня она, наверное, запах отреагировала так, что и муж получит, мама не горюй, понимаете, поэтому что за проблема, надо идти к психиатрам, это же уже ого-го, и сколько оттуда женщин выходят с назначением, ну, того же гидозепама, понимаете, тех же транквилизаторов, а что же лежит в основе, что же нужно делать, кто с этим разбирается, никто, будет разбираться только тот по-настоящему, кто заинтересован своим здоровьем. Значит, почему вторичное бесплодие наступает, потому что, и первичное тоже, потому что организм, который находится в токсическом ударе, делает все, чтобы защищаться от этой беременности, потому что во время беременности вы уже знаете, какой взрыв этих самых токсинов, поэтому никакого благотворения быть не может. У женщин развиваются спаечные процессы в трубах, эрозии, фибромиомы, большей части это в нематочной беременности, да, если спайки в трубах не образовались, организм, ну, бывает у женщин широкая проходимость трубы, и там спайка, ну, не закрывает весь, весь, значит, просвет, все равно проходит яйцеклетка, но, скажем так, не до конца, может быть, это нематочно, а если все-таки проходит, то, как правило, знаете, не всегда уже получается эта вся беременность, почему-то, потому что организм начинает выращивать другой защитный, да, фактор, это уже фибромиома, то есть, формируют свои узлы, у нас уже есть беременность, нам другой не надо, понимаете, поэтому у кого кесарево сечение, да, там чаще всего после этого образуются такие проблемы, как эрозия шайки матки, ну, на эрозию приходят клетки иммунной системы, они попросту убивают сперматозоиды, это чужое, опять не наступает желательной беременности, гинеколог смотрит эту эрозию, понимаете, инфекции нет у женщины, все хорошо, эрозия постоянная, прижгли эрозию, как сегодня, да, это принято, образовалась киста на яичнике, ну, что ж ты будешь делать, эти женщины просто не выходят из этих гинекологических отделений, понимаете, что такое происходит, одно закрыли, второе, сегодня, почему, потому что, если вы где-то что-то одно сделали, включается вторичный механизм защиты, понимаете, почему, потому что причина-то не убрана, и вот это медикаментами сделать невозможно, поэтому мы с вами говорим об Амбаре, значит, год лечения этого состояния почек, все ваши кисты, фибромы, миомы и так далее, уйдут, фазы восстановятся, и все будет прекрасно, значит, запомните, что все проблемы в организме мы начинаем решать, за что отвечает главный обмен веществ нашей почки, это водно-солевой баланс, поэтому, с какими бы вы диагнозами не столкнулись, понимаете, я не ставила своей целью, зачем они вам нужны, вы не доктора, эти диагнозы, эти диагнозы доктора не могут вылечить, потому что вообще ориентирование на другие цели, я хочу, чтобы вы знали, что есть главное, с чего нужно всегда начинать, и это принесет успех любой программы, это нужно начинать с водно-солевого обмена в организме, запишите это себе, другими словами, с наших почек, поэтому, видите, что любят наши с вами почки, наши с вами почки любят очень сильно омегу-3 в совместном приеме гинкобилоба, они очень любят клетчатку, витамины, минералы, витамина С, антиоксиданты, олеиного кислота, если вы вот это все посмотрите, это все состав продуктов Джонесс, особенно, безусловно, я знаю фаворита, который, за что я люблю комплекс АНПМ, потому что я считаю, что это просто фаворит восстановления водно-солевого обмена, и поэтому, безусловно, всегда мы с вами начинаем с АНПМ любую программу, но, друзья мои, здесь маленькое, но, если вы еще не перешли в разряд гипертоника, понимаете, если не перешли, потому что АНПМ начинает настолько мощно работать с нашими почками, которые, как насос, давно не привыкли уже держать это давление, вы же были классические гипотоники, значит, соответственно, давайте так, нужно, пока все программы идут, но без АНПМ, остается 1 ПМ, что касается мужчин, нарушение водно-солевого обмена выдает такие же изменения предстательной железы и у мужчин, у женщин это фибромиомы, и все проблемы по гинекологии, у мужчин это предстательная железа, сначала это простатит, бесконечная сдача анализов на все инфекции, антибиотики, добиваем свою микробиоту, ничего не помогает, ухудшаем только состояние дисбиоза в кишечнике, заканчивается все обязательно образованием роста аденомы и, конечно же, вопросом операции, чего мужчины все очень сильно боятся и правильно делают, вот только в этот момент, когда это уже аденома, и когда ты уже не спишь, они начинают пить все подряд, значит, состояние у мужчин, токсикоза, пучечного, больше проявляется состоянием гипоксии, то есть они с удовольствием продолжают есть мясо и при этом с успехом заедают его слабким, вот это сочетанное состояние гипоксии, то есть у них, как правило, очень сильно страдает головной мозг, поэтому я говорю о гипоксии, вот мужчины очистками никогда не заморачиваются, ни почек, ничего, но абсолютно у всех мужчин будет обязательно поражение именно почек, мочекаменная болезнь, это безусловно, главная проблема, которая будет влиять на ухудшение потенции и, соответственно, роста аденомы, вот, и, соответственно, вы должны понимать, что камни в почках, это такая штука, хирург во время операции в соседней лоханке сантиметровый камень не найдет, поэтому не думайте, что если УЗИ видит у вас там песок или один камень, то у вас это так и есть, это очень неточная диагностика, нельзя никогда этому доверять на 100%, это только 40% достоверности, примерной информации, что я рекомендую, всегда опирайтесь на свои собственные ощущения, организм вам подскажет, понимаете, состояние интоксикации идет у всех одинаково, и я часто наблюдаю за мужчинами, какая, очень просто, он с удовольствием сел пол курицы, и тут же положил себе миску, значит, мороженого, выдавил туда сгущенки, и сидит это все дело, уплетает дальше, вот, пожалуйста, вам почечный токсикоз вместе с состоянием гипоксии, о чем, зачем потом лечить холестерин, сахар, понимаете, не начинает, а что у вас есть от холестерина, а что у вас, уважаемый, находится с почками, вот хочется спросить, а потом уже будем лечить холестерин, значит, мужчинам профилактика лечения аденомы, аденомы заключается в том же, что и у женщин, у мужчин работает два гормона, тестостерон и эстрогены, и как только начинают падать у мужчин эстрогены, гормоны, начинается сразу из простатита, начинается рост аденомы, ну, и последнее, что хочу вам сказать, когда наши эмбриончики родились, это уже наши с вами детки выросли, вот тут вы можете узнать все последствия, то, о чем мы с вами говорили, значит, если после такой токсической, да, скажем так, беременности родился мальчик, то по жизни его будут тянуть на кофе и самое главное пиво, кофе стимулирует давление, да, у него гипотомия, а пиво, диурез, то есть вывод вот таких излишних токсинов, и вы такого мальчика увидите утром с чашкой кофе, вечером с бутылкой пива, вот, если проанализируете свою беременность, поймете, где подарили здоровье этому ребенку, короче, такой мальчик будет очень большой любитель пива, и очень сложно вам будет у него это дело все отобрать, если такой эмбриончик у нас с вами родилась девочка, она развивалась тоже в таком же токсикозе, у этого зародыша уже сформировалось, у девочек особенно нарушение будет функции почек, они уже с этим рождаются, почему, потому что, понимаете, мы-то уже рождаемся с запасом яйцеклеток, да, вы это прекрасно знаете, и, то есть, организм изначально знает, что, откуда здесь будет идти угроза, поэтому в период полового созревания у этих девочек начинается проблема, этот организм начинает защищаться сразу, да, что это будет означать, это будет означать, у девочек будет наступать очень поздно менструация, то есть, плохое формирование цикла, никакой регулярности там вообще речи быть не может, у этих девочек очнутся проблемы с кожей, лица, с весом, кстати, да, и что самое главное, отчего гинекологи сегодня в шоке, это просто бич, это сплошь и рядом эрозии шейки, матки у молодых, не рожавших девочек, поэтому, что делать, он не видит синдрома поликистозаищников, но видит на лицо вот эти все нарушения, гинекологи просто не знают, что с этим делать, а все у нас с вами гинекологические проблемы, вот вам еще раз говорю, женское здоровье у нас обеспечены нарушением функции почек, которые мы с вами делаем себе на протяжении всей жизни, значит, многие, понимаете, с чего нужно начинать, мамы, мамы, еще раз хочу сказать, которые рожали таких девочек, без всякого диагноза, с момента рождения на будущее, даже когда уже рождается ваша внучка и вы видите, как это все происходит, занимайтесь эти годы, с момента рождения этого ребенка его почками, занимайтесь правильным питанием этого ребенка, питьевым режимом и обязательно физической активностью этого ребенка, почки это очень сильно любят, я сейчас вас учу правильно мыслить, понимаете, что прежде, чем вы составите какие-то там свои программы, а вы в основном хотите получать готовые какие-то решения, но не бывает в организме готовых решений, потому что организмы все очень сильно индивидуальные, поэтому первое, что нужно делать, это безусловно, опять же, таки пить правильную воду, смотрите занятия наши ранние, помните о том, что в почках откладываются токсины, отсутствие должного режима воды нарушает работу почки как насоса, вызывает отложение всевозможных солей, очистка, выведение солей, восстановление питьевого режима детокс печени, вот все то, что мы с вами должны делать и все это вы должны знать, что и какие продукты делает это в компании Джанес, можно даже подключить травы почечные, понимаете, вот я отлично помню у меня пришла женщина после ковида, она два месяца пролежала в кардиологии, ей становилось все хуже, я когда она пришла ко мне, я посмотрела и там ничего не забыла, что-то можно было сделать в условиях жуткой почечной интоксикации, которая у нее была после этого самого ковида, и когда мы подключили продукты Джанес, добавили, я говорю, давайте вам добавим еще травки, вот, чудесным образом у этой женщины прошла аритмия, стабилизировалась, давление опустилось, она отказалась от всех, она пришла вот с такой же менее медицинских препаратов, вот вам и все, что нужно было делать, поэтому я отлично помню времена, когда я только начинала работать вообще, я сама анализировала свои беременности, я помню, что женщины, у которых возникала угроза выкидыша, расценивали как почечный токсикоз, и в больницах ничто иное давали, как отвар и трав, тот же лист локнянки или медвежьи ушки, но об этом сейчас без понятия современные гинекологи, потому что уже назначаются антибиотики или гормоны, понимаете, где мы теряем свое здоровье, значит, абсолютно, я говорю сейчас, каждая женщина и мужчина имеет проблемы, статистика это никого не удивляет, к сожалению, почему вдруг они растут, да, если у нас все так прекрасно и совершенно, и самое главное, что все это отличает сегодня нашу молодежь, кока-кола, пицца, кофе и 0,5 стакана воды в день, почему молодежь верит в колу, потому что вот он находится в чем, он говорит, мне так плохо, если так плохо чувствую, наверное, вчера там чем-то отравился, чем нужно отравиться в Макдональдсе, не знаю, но выпил колу и все прошло, видите, все прошло, а что это было, человек находился в интоксикации, в токсическом ударе, запил чистым углеводным сахаром, у него все прошло, понимаете, и кока-кола опять стала на первые ряды, это вообще, это очень полезно тут же сразу рассуждать, потому что глюкоза нейтрализовала сейчас временно интоксикацию, вы знаете, что людей в самом непонятном состоянии интоксикации им сразу вводят глюкозу и всем становится хорошо после этих капельниц, так зачем нам вводить сегодня эту глюкозу, у нас этой глюкозой завались в продаже сколько, и все проблемы тут же решены, вот, поэтому у молодежи сегодня, благодаря вот таким подходам, бесплодие, это одна из проблем, она стоит на первом месте, ну и что еще у меня, вот тут есть буквально 15 минут, да, 20, я хочу сказать о второй части нашего с вами здоровья, общего и мужского и женского, это гормоны, и гормоны, безусловно, жить без них мы с вами не можем, вы видите, что наша молодость это оптимальный уровень гормонов, качество, это бесперебойная работа гормонов, да, когда мы с вами взрослеем и наступают вот такие времена, как хотите их назовите, преминая пауза, переменная пауза, климактерические, многие там знают период, да, это удержание баланса гормонов, ну и естественно, когда уже наступает старость, то произошла потеря над контрольными гормонами, и вот здесь уже, конечно, это состояние декомпенсации. Наши с вами гормоны обеспечивают нам все, мы можем только мешать работать вот этой своей классической интоксикации, которую мы создаем, да, и гормонов очень много, вы знаете, что существует для этого эндокринная система, но в основном мы задаем вопросы, а что от щитовидки, а что там при аутоиммунном терридике и так далее, мало понимая, что нельзя заниматься непосредственно проблемами щитовидной железы при всем том, что существует, посмотрите, замкнутая система, которая начинается у нас с вами с гипофиза, соответственно, вот гипофиз общается с нашей щитовидной железой, да, с паращитовидной железой, с поджелудочной, вы знаете, что поджелудочная не только орган пищеварительной системы, с надпочечниками, с нашими, с вами половыми органами, которые, железами, которые производят нам, да, вот эти самые гормоны, поэтому существует единый цикл, и когда мы с вами о чем-то говорим, решать какую-то проблему, мы должны обязательно это учитывать, обязательно это учитывать, значит, ну, гормоны молодости, я думаю, что вы должны знать, это в первую очередь гормоны нашей щитовидной железы, это наш с вами гормон мелатонин, и наши с вами половые гормоны, особенно это гормоны у женщины эстрогены, мы об этом поговорим, а вот кто вызывает у нас развал в организме и старость, это гормоны кортизола и инсулин, но по сути это не просто гормоны старости, это гормоны стресса, почему, потому что все свои стрессы, а мы уже знаем, от чего они происходят, да, мы заедаем, соответственно, и нарушаем уровень инсулина, и когда мы неустойчивы, да, когда мы, в общем-то, вот сами себе устраиваем такую жизнь, да, то наш кортизол, который с одной стороны нас должен, конечно же, защищать, нет, в этом случае он нас разрушает, он просто льется рекой, вызывает у нас набор веса, веса бешеный, вот эту самую отечность, да, рост висцерального жира, все это становится неуправляемым в организме, но мы с вами начинаем искать волшебные штаблетки, как мне похудеть, ну, так не получится, друзья мои, поэтому, смотрите, гормон мелатонин, где у нас с вами содержится, опять же, да, АМПМ, непревзойденный состав, почему, потому что сегодня эндокринологи, эндокринологи поставили этот гормон во главу угла, то есть это самое главное, что есть, знаете, нормализация нашего всего фона гормонального, это мелатонин, а мелатонин отвечает за наш с вами сон, понимаете, и если у нас недостаток мелатонина, а очень многие люди, они, так же, как и есть первая фаза сна, и вторая, вы знаете, что мелатонин – это гормон первой фазы сна, серотонин – это вторая фаза сна, очень многие люди просыпаются в 4 утра, больше не могут уснуть, да, а кто-то только засыпает в 3 часа ночи, у кого-то нет первой фазы сна, у кого-то нет второй, поэтому задача наша с вами – понимать следующие вещи, что если у нас проблема с мелатонином, то, соответственно, у нас будет проблема вот с этими важными гормонами, с эстрогенами, с нашим гормоном роста, да, с ампатрубным гормоном, с нашим прогестероном и с нашими гормонами щитовидной железы. Какие это проблемы? Женщины могут себе, да, диагностировать проблему с эстрогенами, если в результате сна нехватки мелатонина, у них будет очень поверхностный сон, знаете, так, спим, как зайчик, слышим все, что вокруг происходит. Вот, пожалуйста, можно часто просыпаться, есть тревожный сон, да, кто-то хочет спать больше 9 часов, не может проснуться, ну, и так далее. Вот гормоны щитовидной железы нам сразу же дают, утром отекшее лицо, да, храп начинается у женщин в том числе, ну, и часто и достаточно просыпания. Но вот эти все гормоны наши с вами, молодости, это же гормоны молодости, видите, во что они превращаются, только благодаря тому, что у нас проблемы с мелатонином. И вот поэтому, если вы будете это знать, я думаю, что вам не нужно составлять никакую программу и убеждать вас в пользу постоянного приема капсул ПИМ. Есть комплекс АМПМ, да, почему комплексно? Потому что, если уже развал по эстрогенам, по вот этим всем, и давно это, давно это история нарушения сна, значит, вам нужно обязательно принимать АМПМ. Но вы помните, что если человек гипертоник, то мы пока заменим АМ на ФИНИТИ, чтобы отрегулировать давление, убрать, да, снизить это наше с вами повышенное давление. Но обязательно оставляйте ПИМ, потому что вот где и кто находится у нас с вами во главе всей этой музыки. Дальше. Я уже сказала, что любое решение проблемы начинается у нас с вами с запуска печени и почек. Мы достаточно уже про это проговорили. Почему? Потому что печени нужно не только инактивировать наши с вами жирорастворимые токсины. Вода занимаются почки, да. Печени нужно еще инактивировать. Все, что в организме выделяется, много. Оно не надо нам с вами, понимаете. То есть излишек нужно убрать, иначе этот излишек обязательно нам с вами устроит какую-то проблему в организме, понимаете. Вот. И поэтому мы с вами знаем прекрасно, что нашей печенью занимается Зенпрайм, Резерв, Ревитаблю, тот же самый АМ, да, великолепно влияет тот же самый Финити. Ну, просто это препараты настолько комплексные, настолько их создатели видели, весь организм брали в целом, понимаете, что они не разбирали его на запчасти. И меня лично это в первую очередь привлекло. Я не увидела вот этих дурацких описаний от того, от того, от того, от того, потому что как раз таки невозможно, понимаете, решать ту или иную проблему, не понимая поражения организма в целом. Ну, и, соответственно, если уже в крови высокий уровень холестерина, то у человека вообще уже будет проблема с печенью. Как мы с вами привыкли ставить вопрос, что есть от повышенного холестерина, а что есть с этой печенью, для того, чтобы был нормальный холестерин. Вот так нужно ставить вопросы. После этого читайте описание продукта вы смотрите, там же, ну, понятно, есть же описание, как влияет он на печень. Значит, какие анализы нужно проверять в принципе всем для мужского и для женского здоровья. Значит, вот они сейчас перед вами, это печеночные пробы. Женщинам обязательно индекс хома или рома его называют, да, обязательно показатели глюкозы и инсулинорезистентности. Почему? Потому что это показатель уже серьезных гормональных, ну, скажем так, гормональных, дисгормональных изменений в организме. Вообще в норме это нужно отслеживать два-три раза в год, если мы с вами говорим сейчас о мужском и женском здоровье. Потому что наша с вами печень, она делает еще одну самую главную вещь в организме. Если нам с вами чего-то не хватает, она это синтезирует. Если у нас что-то лишнее, она это убирает, инактивирует, понимаете? Поэтому если человеку не хватает гормонов в организме, печень об этом будет знать первое. Но вопрос, с чего это все синтезировать, понимаете? Потому что на синтез гормонов нужны белки и жиры, а перед вами сидит вегетарианец. О каких белках и жирах может перечь? У него бесконечные будут с этим проблемы. Значит, соответственно, мы с вами безусловно порекомендуем комплекс резерв, великолепный продукт, который дает рост эстрогенов. У нас с вами наши гормоны молодости сейчас поговорим. И обязательно, вот смотрите, я смотрю на Зенфит совсем по-другому. Зенфит, может, многие хотят сжигать жиры, аминокислоты, незаменимые 8 аминокислот, которые находятся в Зенфите. Но я рассматриваю это как поставщик аминокислот, которые уйдут на синтез нужных нам с вами гормонов. Которые будут, кстати, аминокислоты, незаменимые, которые появляются, они растворяют эти самые и камни, и соли, понимаете, в этих самых почках. И это, кстати, делает вот такой продукт Зенфит. А если вы возьмете комплекс, например, человек с повышенным весом, да, и у него море проблем диагнозов по организму, то можно, конечно, сказать, что да, тебе нужно начинать забрасывать вес, а потом будут все проблемы решаться. Ну, в принципе, правильно. Но если вы еще расшифруете о том, что комплекс Зен не только поможет ему избавиться от веса, а он поможет запустить вот эти все функции, о которых мы говорили, и печень, и почки, это сделает Зенфит, это сделает Зенфит, это гормональный баланс великолепно регулирует Зеншейп, потому что два основных гормона, лептины, грелинные, и вот эта самая инсулинорезистентность, которая не даст опуститься холестерину, задача Зеншейпа, да, если вы рассмотрите Зенфьюз, не просто как заменитель питания, а как продукт, который поставляет нам с вами микрофлору, клетчатку в организм, и дает вот эти самые необходимые протеины, из которых родятся наши с вами будущие гормоны, и вот да, человек поймет, что ого, так это вот я сколько могу, понимаете, с помощью этого продукта сделать, а если просто рассматривать этот вопрос похудения, так вокруг же смотрите, сколько много продуктов, он отдаст предпочтение более дешевому продукту, но вот продукт ЖНС как раз отличается, почему его версия будет очень более дорога, да потому что он делает намного больше в организме, чем делает какой-то обычный соевый коктейль, который можно использовать как соевый протеин, допустим, заменитель при похудении, понимаете, он более ничего в организме не делает, там и близко нет состава и возможности с инфьюзом. Так, ну, это мы с вами уже проговорили и детокс печени нужно делать так же, как детокс почек постоянно, для того, чтобы говорить о том, что еще один орган должен нам с вами выводить жирорастворимые токсины. Вот вещества, которые отвечают за детокс. Значит, я уже объясняла, что детокс это не употребление смузи, клизмы и прочие дела, это вообще не имеет отношения к какому детоксу, этим занимается у нас печень, вот, и для того, чтобы ее функции были на высоте, вы вспоминайте начало нашей, да, с вами сегодня занятия, что она работает на пределе своих сегодня возможностей, благодаря вот таким нашим чудесным продуктам, технологиям производства продукта, да, и нашим пониманием, как эти продукты употреблять, вот, я вам скажу, что нужны вот эти все вещества, а вы эти все вещества найдете в формуле АМПМ и Финити, поэтому они великолепно занимаются восстановлением функции печени. Значит, про эстрогены несколько слов скажу, что процесс старения у нас с вами у женщин и развитие диагнозов всевозможных заболеваний сосудов голодного мозга, старческие тендеменции, снижение памяти, нарушение зрения, повышение давления, понимаете, все остальное, то есть, все это происходит благодаря резкому снижению наличия эстрогена у нас в крови, но возраст идет вперед, ничего не сделаешь, наш самый главный гормон эстрадиол из этой тройки, и гинекологи, конечно, все сегодня понимают важность этого, потому что у нас с вами начинаются бесконечные в женском здоровье хронические воспалительные процессы, потому что с возрастом разрушаются митохондрии, которые тоже имеют эстрогеновый рецептор, улавливают этот гормон, вот митохондрия, когда она поражена, не работает нашим с вами организм воспринимается как бактериальная инфекция, потому что сама по себе митохондрия это и есть бактерия, с которой мы подружились очень давно, она живет внутри нас, она выполняет очень много полезного, но она может нам в возрасте доставлять очень много еще проблем, поэтому антиоксиданты в приеме должны быть всегда, но вот понимаете, эти воспалительные процессы идут на фоне гибели этих самых митохондрия, митохондрия разрушается вследствие нехватки эстрогенов, поэтому, друзья мои, мы должны об этом с вами заботиться и мы должны знать, что самая большая цель женщины, где уязвимые, это у женщин мозг, это эстрогеновая наша с вами зона, это наши с вами мышцы, которые остаются сильные, это плотность нашей кости, это наш с вами липидный обмен, это все эстрогены, поэтому, когда у женщины наступает менопауза, женщины вдруг резко округляются, становятся какие-то рыхлые, понимаете, отечные, вот это состояние ненормальное, да, этой психики, вот это все наши с вами эстрогены, поэтому, что у нас будет способствовать тому, чтобы держать уровень как можно дольше наш с вами нормальный, потому что заместительная гормонотерапия очень эффективна, очень опасна, но сейчас используют наружную, наружные средства, но это заместительная, да, а задача наша с вами как можно дольше держать свой баланс, поэтому я вам уже сказала, в основе следите за своими почками, в первую очередь за своей печенью, вот вам вторая, можно сказать, это в одном ряду стоит по значению, но и продукты, которые бесконечно нам с вами нужны, в этом помогают очень сильно, это, конечно же, резерв, это ампм, это безусловно выходит потом финити, поэтому как бы когда падают эстрогены, у нас вдруг появляются с вами резко диагнозы вот такие, да, как я уже сказала, атеросклеротические поражения сосудов, сердечно-сосудистые там и так далее, вот, это же свойственно у нас, кстати, и мужчинам достаточно сильно, только у них еще и падает тестостерон в этом случае сразу и на несоотношении тестостерона и эстрогена, если эстрогены снижаются сильно, это прямая провокация, а тестостерон остается выше, у мужчин сразу начинается рост аденомы, то есть проблемы с тканью предстательной железы, ну, а у женщин стимул другой, да, это фибромиомы, миомы и так далее, поэтому все это может заканчиваться онкологическими естественным состоянием, потому что возникают уже они на фоне дискормонального баланса, ну, я хочу сказать еще у женщин, что гибель эстрогенов происходит быстро, реактивно у женщин курящих, потому что ароматаза, фермент вот этот значит погибает, да, вот, который у нас отвечает за вот эти рецепторы эстрогеновые, то есть женщины курильщики уничтожают себе вот просто на корню, и если вы до сего момента не нашли повода бросить курить, помните о том, что с возрастом вы дорого за это курение заплатите, своим развалом и старением по причине гибели эстрогенов в результате этого, ну, что можно делать сразу, сразу приходить джанес, начинать здоровый образ жизни, ограничивать калории, у нас с вами по правильному питанию, пожалуйста, целая линейка Зен работает, вот, у нас с вами идет тут же восстановление гормона молодости, мелатонина у нас есть с вами, АМ, ПМ, да, у нас замечательные нутрицептики, и вот то, что способствует нас как раз таки вот нашему, да, восстановлению гормонального здоровья у мужчин и у женщин, это, видите, составы бухинол, ресвератрол, омеги, золот, тут фитоэстрогены, извините, опечатка, значит, это, естественно, состав продуктов, о которых я вам говорю, Финити на первом месте, вот резерв и комплекс АМ, ПМ, значит, ну, я уже буквально скажу, что если у человека нет сна, и он применяет нашу линейку Зен, то это будет тоже полный игнор, это правильное питание, тут без АМ, ПМ не обойтись уже, вот, нутриенты поддержки сна, гормона мелатонин, видите, магний, Б3 и так далее, эти все нутриенты находятся в составе, опять же таки, комплекса ПМ, который там обслуживается, гормон мелатонин, имейте это в виду, ну, и вот, безусловно, я говорю, что этому комплексу просто, ну, цены никогда не будет, посмотрите здесь на этот состав, что хочу сказать, очень многие обращаются к тому, что врачи запрещают при онкологии принимать БАДы, особенно, там, рак легких и так далее, значит, смотрите, там вопрос витамина А играет роль, и сегодня с этим разобрались, так вот, видите, здесь же не зря написано, что 85% витамина А в составе АМВН находится в форме натурального бета-каротина, то есть, это то, что нужно применять при онкологических проблемах, ну, другими словами, это если бы вы в день, каждый день ели 4 больших морковки со сливками, да, можете свой организм так обеспечивать, а можете выпить, значит, две капсулы состава АМВН и все это получить, видите, значит, я хочу обратить ваше внимание, что все витамины и С, и Д, и Е, тогда они находятся в формах, которые усваиваются организмом, потому что витамин много изомеров, здесь есть запатентованный фалатный комплекс, сегодня все гинекологи просто озабочены фалатным комплексом, особенно в периодах старения, когда нужно спасать эти самые эстрогены, видите, здесь запатентованная формула фалата, и фалатные комплексы тоже очень аккуратно применяют при онкологии, но этот продукт, вот здесь не надо задавать этих вопросов, что вы там что-то нашли, что противопоказано, здесь ничего не противопоказано, вот поверьте мне, минералы, то же самое, находятся в форме, видите, не просто надо магний принимать, а лучший магний, это в виде глицината магния, цинк, это глицинат цинка, а вот оксид цинка, это страшно вредная вещь, именно оксид цинка продается в аптеке, поэтому, когда читаю, покупаете, читаете этикетки, видите оксид цинка, бросаете сразу, вот селен, ведь в форме селенметианина, там медь нужна нам с вами, для чего с вами нужна медь, друзья мои, а это самый главный минерал, который единственный, борется с патогенной микрофлорой, он просто ее задавливает, уничтожает, перекрывает им доступ к кислороду, и питание, поэтому медь, это все, это порядок наведения дисбиозов кишечника, ну, хром в виде полигената крома, поэтому, видите, это очень важные вещи в нормализации всех обменных процессов, ну, вот запатентованные смеси, видите, все, о чем я говорила, что любят почки, вот видите, алииновая кислота, там, и так далее, лучшие вытяжки, значит, омеги-3, да, соотношение омег, да, и рыбьего жира, и так далее, в общем, читайте внимательно, и вы придете в полный восторг, потому что, вот каждый абсолютно, вот видите, экстракт гинкобилоба, да, 24%, это, а вверху запатентованная смесь омег, а это вообще ничего лучшего, нельзя мечтать для восстановления почек, ее мембрамы, и повышения нашего с вами давления, все, кто принимает АМ, они выходят из вот этой самой гипотонии, которая вот вообще, а если добавить сюда еще гуарану, да, тут даже присутствует тот же самый кофеин, вы уходите от употребления кофе, пива, от всех этих стимуляторов, которые разрушают наши с вами почки, печень, и вот это все делает потрясающий комплекс АМ, ПМ, я вот просто, я не знаю, преклоняюсь и снимаю шляпу, потому что здесь есть абсолютно все, это очень дешевый комплекс, потому что я знаю, сколько это стоит все по отдельности, здесь просто не хватит, чтобы это все купить, чека рубинового директора, но вы знаете, что ферменты у нас с вами сюда входят, да, уже готовые, вот и у нас с вами входят, ну вот здесь видите, подчеркнули мы, да, что в форме бета-каротина, бета-каротина, значит, это ПМ пошел уже, да, вот здесь красный выделено, специально попросила выделить мелатонин, здесь выделены ацидофильные, лактобактерии, бифидумбактерии, понимаете, все здесь входят, сразу все входит, это одновременно и пробиотик, вот и с питанием для бактерий, поэтому, ну, цены нет этому комплексу, я специально вам, ну, Финити, вы тоже сами посмотрите, вот там спрашивали, да, где что содержится, вот Финити, пожалуйста, все эти же самые лучшие представители, которые нужны, восстановление нашего здоровья, они задержаны в этих комплексах, ну, собственно говоря, я хотела вам показать вот схемы, да, пожалуйста, долгожданные вами, потому что вы же прям вот нужно, а напишите это все на бумажке, пишу, если к вам обращаются женщины, которые, допустим, вторичное бесходие, первого рожали, второго не могут, пожалуйста, вы теперь уже знаете, почему здесь сюда что входит, вот, значит, дальше, мастопатия, всевозможные фибромиомы, поликистозы яичников, здесь, немножко разделяем, потому что есть женщина, вот вы когда пишете, у меня такая-то проблема, помогите моему клиенту, я вам уже сказала, сколько лет вашему клиенту, потому что нужно же понимать, в каком он возрасте находится, репродуктивный, нерепродуктивный, понимаете, это же разные уже гормональные все фазы, поэтому я вам расписала, поэтому я вам расписала до 35 лет, ну, будем говорить, когда я так и пишу, цикл сохранен, понимаете, и если это уже проблема имеет, человек уже повышенный вес, значит, вы смело можете начинать с комплекса ЗЕН, и добавлять ему правильное питание, питьевой режим, но на фоне сопровождения АМПМ и резерва, если вы уже фиксируете, что у человека пониженное давление, то женщины, которые, я вам недаром рассказывала проблемы по гинекологии, видите, у меня даже здесь 3 капсулы АМ идет, одна утром, вторая где-то там до 11-12 дня нужно ее выпить, потому что учитывать, спрашивать, какое у человека давление, значит, все, которые 45 плюс идут, и уже пошло нарушение менструального цикла, вот эта формула здесь у вас написана, я не буду, я все прокомментировала, вы все это можете взять, дальше, выделяем отдельно менопаузу, то есть, ну, будем говорить, давайте, не совсем я корректно указала, потому что называется на перья менопауза, это те люди, у которых уже отсутствует менструальный цикл, женщины, я написала менопаузу, знаете, почему вы меня, доктора пусть меня уж просят за неграмотную формулировку, но я как-то ориентируюсь больше на наше с вами понимание, на обычных, допустим, женщин, они знают состояние менопаузы, только тогда, когда менопауза, это вот нет цикла, вот, ну, поэтому, простите, я так и написала, поэтому вот, ваша ведущая схема, вот это, да, и опять же, обращайте внимание на повышенный вес, я уже говорила, к чему это все приведет, вот, к потере эстрогенов, ну, и мужчины, да, мужчины, которых, соответственно, всегда будет мочекаменная болезнь, сначала хронический простатит, это все будет длиться годами, ну, а если есть мочекаменная болезнь, поймите, что у вас всегда будут проблемы с печенью, потому что все вот это недорасщепленное, и поскольку мужчины вообще плохо пьют воду, все это откладывается в почках, ну, и, соответственно, часть токсинов забита печень, забит там желчный пузырь, вот, поэтому сначала они длительно живут, вот в этом диагнозе сюда входит все, потом у них и сосуды шалят, начинает и сердце, и давление, но базовое состояние я вам описала, и, соответственно, когда это уже тоже падает у мужчин, сексуальное влечение, простатит, хронический аденома, то есть возраст 50+, будем говорить, начинается программа вот эта, которую вы видите сейчас на экране, вот она расписана, вот, ну, и, собственно говоря, я дописала, что все программы требуют соблюдения питьевого режима, изменения в своем питании, сброса лишнего веса в любом возрасте, это основа, с этого нужно всегда начинать, если свойственны панические атаки, психоэмоциональные сильные такие, да, синдромы, и мужчинам, и женщинам, всегда добавляем майнд по одному разу, три вообще раза в день, по одному пакету три раза в день, чтобы не попасть на всевозможные гиддозепамы и так далее, при высоком повышенном уровне холестерина, повышенном давлении, нарушении кровообращения в спине, вот мы еще не дошли до костномышечных, но обязательно, спинная, играет важное значение, добавляем майнд по 50 милитров, это то, что требует коррекции здоровья, ну и вот я думаю, что вы пересмотрите все программы, себе там сфотографируете, у меня на этом все, мне нужно было уложиться полтора часа, я немножко на 10 минут не уложилась, материалы очень обширные, Светлана, я закончила, значит, что у нас тут есть, что у нас есть по вопросам, вы мне подождите. Спасибо большое, Лена, очень большая благодарность, люди, такая очень серьезная тема, я прям сама сидела и прям конспектировала, и слушала очень внимательно, потому что очень обширно, спасибо за такой короткий период, спрашивает у вас, Лена Фоменко, эти схемы, которые вы прописали на слайдах, это на какой период, на год пить, таким образом принимать препараты наши? Вы знаете, я хочу сказать, что да, есть минимальная, опять же, у кого как запущено, но есть минимальные вещи, это 3 месяца, поэтому у нас везде пишется, что там 3 месяца, но давайте так, вы же уже грамотные, вы будете отталкиваться, а сколько человек этим страдал, это женщина, которая, понимаете, а может быть, это женщина, которая родилась от такой беременности, так еще прожила, сама вот так родила, и сейчас у нее вот такие проблемы по здоровью, это год, понимаете, это год, потому что вот только тогда мы восстановим то, что потеряли за 45 или 50 лет своей жизни. Спасибо большое. Вопрос следующий. Резкий запах пота – это причина нехватки воды и токсодермия? Резкий запах пота – это почечная интоксикация, это то, что уже вот прямо организм, вы можете по запаху пота услышать, токсодермия, токсодермия присоединится всевозможными грибками, там, знаете, высыпаниями, изменениями, допустим, есть такая штука, как разноцветный лишай, там пятна по телу идут, то белый, то коричневый, в общем, там заразы хватит, но в норме запах пота должен быть очень-очень такой, знаете, слабо выражен, потому что мы не идеальны, у нас всегда в организме будут образовываться токсины, после чего бы вы не ели. Вот, но это не должно быть резкого, это, естественно, обезвоживание, это уже очень плохая лимфа, и пошло-поехало. Спасибо большое. Вот еще вопрос интересный. Скажите, пожалуйста, часто бытует мнение, что при приеме прайма идет вымывание всех остальных, наших продуктов или еще лучше лекарств, которые принимает человек. Как поступать в этом случае? Правда ли это? Прайма? Речь о прайме идет? Да, прайме. Ну, вы знаете, я вот вам так хочу сказать, ну, вот эти все мнения, да, это всего лишь необоснованные мнения, потому что люди совершенно не понимают, что такое, допустим, гепатопротектор, что такое желчь, как печень упаковывает все токсины в желчь, и для чего вообще у нас функция это существует. Прайм занимается вот именно этим, да, то есть будем говорить, ну, давайте так, обеззараживанием, да, помогает печень, гепатопротектор, которая занимается упаковкой самых, самые опасные токсины, это жирорастворимое, это самое опасное, вода не такие опасные, как жирорастворимое. Поэтому, когда человек принимает лекарства, оно имеет очень много побочных действий, и если эти побочные действия обязательно направлены на выключение функций печени, вот, очевидно, человек не смотрел до этого мой вебинар по желудочно-пишечному тракту, а я сказала, что все лекарства проверяются по тому, как они, ну, будем говорить, вырубают нашу печень, чтобы этот, это, допустим, состав мог там подействовать, да, значит, печень остановит и инактивирует все, и, соответственно, ей достается. Так вот, Прайм ничего не может сделать из того, что там заявлено, кроме того, что помогать нашей с вами печени быстрее выводить вот эти упакованные, ну, токсины, которые человек уже наел там в виде своих лекарств, таблеток или прочего еще, но остановить действие лекарства невозможно с помощью Прайма, понимаете, ну, вообще, помочь сделать детокс печени, да. Хорошо, спасибо большое. Ну, еще, наверное, последний вопрос. Верхняя цифра давления, про давление в начале, как вы говорили, от 100 до 80, а нижняя при этом, такое, что разрыв 20-25 пунктов, ведь норма разрыва 40. Какова допустимая норма разрыва? 40-43 единицы. Допустимая норма – это перфузия, перфузионное давление. Если оно не выдержано, то почкам большой привет. Поэтому нужно всегда обращать внимание, безусловно, на вот эту цифру разрыва, но если она у нас не соответствует, потому что по-разному бывает, и 100 на 90, и 150 на 90, мы всегда начинаем, обращайте внимание, на нижнюю границу. Она опасная. Спасибо. Ну, вопрос, на который вы, по-моему, отвечаете. Какое время суток лучше пить Баолайф? Смотрите, Баолайф – не важно пить, какое время суток. Важно представлять, что вы хотите сделать с помощью Баолайфа, потому что Баолайф, я еще раз хочу сказать, это необходимая клетчатка нам с вами, ну, помимо антиоксидантов, витаминов, которые, понятное дело, там лучшие представители, и они всегда будут работать на наш вот этот окислительный стресс. Но когда вы хотите кормить своих бактерий, это ваше личное дело. Когда хотите, то и принимайте. То есть перед сном, через час после ужина, между обедом и ужином, допустим, натощак утром это можно сделать, только не надо сразу кушать через 15-20 минут, дайте же Баолайфу поработать хотя бы 30-40 минут на это нужно. Вот и все. Если это время суток, не важно, можно принимать три раза в сутки. Спасибо, Лена. Елена, тут вот пишет, Елена Фоменко, что такое ощущение, что впервые познакомилась со своим организмом. Это у меня такое же ощущение. Спасибо вам большое. Ну, давайте еще последний вопрос. Прошу вас уже последний. Доброго дня, мужчине 65 лет, вес 85. Правильно, срегулированный вопрос. Принимаю по рекомендации кардиолога ежедневно О-Ирбисан. Я, наверное, правильно прочитала. Можно ли принимать АМ? Спасибо. Ну, я не поняла, что он принимает по рекомендации кардиолога. Там правильно написано лекарство, но или название, я так и не расслышала. О-Ирбисан. Вот. О-Ирбисан. Смотрите, давайте еще раз так обсудим. Вот мы же с вами не доктора, да? Ну, во всяком случае, мы так, так у нас правильно, да, себя позиционировать. Первое, что вы можете сделать? Вы всегда уточните, на что, какого действия направлен препарат, который выписал доктор, да? То есть, если вы сами не в состоянии взять и забить это в интернете и проверить, там же написано, какого действия. Ну, хотя бы спросите у этого человека. То есть, он вам скажет, что я это принимаю, например, от давления, да, там, у меня повышенное давление. Может кто-то сказать, что у меня аритмия, понимаете? Может кто-то там еще какие-то проблемы. То есть, обязательно нужно этого человека уточнить, по поводу чего он принимает данное лекарственное средство. И затем уже вы должны, если вы услышали, что это от давления, то вы же понимаете, что АМ в этом случае нельзя принимать. То есть, АМ добавится месяца через три, когда вы как раз таки нормализуете, уберете ту причину, которая вызвала у него вот это самое повышенное давление. И возможно, там уже по одной капсулке АМ будет проходить. Понимаете? То есть, вопрос опять-таки почек. И финики пойдет великолепно, там, да, в этот момент все остальные, которые там мы с вами обсуждали сегодня продукты, но АМ будет попозже. Поэтому вы всегда должны уточнять, что с человеком, почему он это принимает, для чего, сколько врач сказал это принимать. Врач сказал принимать это пожизненно. Пожизненно от чего? От давления. Ну, замечательно. То есть, понимаете, врач отпустил пожизненно тебя с этой причиной вызывающей давление. Иди и живи с этим. А вы как раз ему поможете побороться с этой причиной. Да. И вот тогда по нормализации процессов пусть врач решает, отменять этот препарат или нет. Но на данный момент нужно понимать. И АМ, вы должны запомнить одну штуку, что АМ в начале при всех, всем гипертоникам не надо принимать, потому что из-за уже убитых почек, я уже так вам, знаете, говорю на простом языке, будет скачок давления. Потому что в АМ очень много в составе, в составе те, которые поднимают вот этот почечный насос, почка начинает работать. А вы знаете, что почка находится вертикально в организме. Есть верхний полюс почки, есть нижний, понимаете. И вот этот нижний полюс, вот здесь все откладывается, висит и забито. И какой надо, у гипотоника при его давлении не может быть никакой силы взять и с нижнего полюса вот сюда, вот в этот кровоток выбросить. Вы понимаете это? Нет, у него все в этом, вот тут почка забита. Поэтому у них и вес почек не 100, как нужно, грамм, а 150, понимаете. И почки эти, как правило, увеличены. Хотя не видят УЗИ ни описания, ни песка, ни камней. Так вот еще раз вам говорю, состава М, он настолько мощный, что с этого нижнего полюса начинает такое выброс идти, что мама дорогая, естественно, повышается давление, да. И если это гипертоник, то он как бы к этому не готов. Поэтому сначала работаете с помощью ПМ, Финити, да, там резерван, а уже потом введете АМ состав, человек это нормально перенесет. Потому что у нас с вами будет еще костно-мышечная система, для того, чтобы мы имели понимание, что такое наши мышцы, которые тоже нам устраивают вот этот вот геморрой с давлением, понимаете. Вот, и вы должны знать, что нельзя так к организму поступать. Я сейчас выпью Манови или Нару, да, как там, и у меня прямо все мышцы придут в порядок. Вот, конечно, с этим мы тоже с вами разберемся. То есть, продукты, если человек изначально принял решение восстановить здоровье, вы ему правильно должны об этом объяснить и сказать. И тогда не будет никаких вопросов, а год это принимать и два, у меня нормальная ситуация. я лично знаю, что нужно принимать пожизненно, если я хочу жить без диагноза, без проблем. Ну, Елена, спасибо большое, тут много очень благодарности вам написано, почитайте, пожалуйста, почитайте, пожалуйста, чат, если есть возможность. Тема действительно очень важная, интересная, и большое вам спасибо, вы действительно великий человек, потому что вы не просто даете рекомендации, что принимаете, как, а вы учите людей, как нужно думать, рассуждать и правильно позиционировать себя, продукт и разбираться со своим здоровьем. Спасибо большое, а мы продолжаем, прошу вас, вопросы уже не принимаются, есть ли там какие-то вопросы, но Елена уже, она уже так рассказала, как нужно правильно думать наш, нашим и вести себя с нашими продуктами, нашим дистрибьютором, пожалуйста, размышляем и применяем на практике, вы знаете, для учителей очень важно и очень значимо, когда ученики их превосходят, а давайте покажем Елене, что наша благодарность имеет границы и будем немножко сами больше разбираться в продукте, в принципе, на это и направлено наше обучение. И следующее, вы помните, я говорила в начале, кто был, что у нас прошел экватор, у нас сегодня было шестое, шестая обучающая тема, 23 число сегодня, мы ждем вас 27 и 30 числа. 27 у нас будет тема седьмая, это костно-мышечная система организма нашего, где мы рассмотрим, как работает, какие главные нутриенты укрепляют эту систему и, конечно же, какие продукты Джанес будут нам полезны в данном случае. и тема, которая, мне кажется, голова всему, это то, как мы думаем, как мы размышляем и как сделать, оставить работу, заставить свой мозг работать и быть молодым и обеспечить его постоянную молодость, а это значит, что мы всегда в сознании, в хорошей памяти и можем быть полезны, прежде всего, себе и сохраним эту молодость, юность, сознательную жизнь для своих будущих поколений, детей и внуков. И будем им в помощь, ну, а не в тягость, это вот, допустим, то, о чем я сейчас задумываюсь, уже перешагнув в какой-то возрастной барьер. Спасибо вам большое за пожелание здоровья нашему спикеру Елене. Мы вам тоже от всего сердца желаем добра, счастья, здоровья. Применяйте знания, несите нашу миссию добра молодости, активной жизни, здоровой, дальше в массы, так сказать, не сохраняйте информацию для себя и для своей семьи, прежде всего, начинаем с себя, будем здоровы мы, наша семья и, конечно, делимся ею дальше. Помните о том, что у нас есть прекрасные продукты, продаем, становимся моложе, богаче, интереснее, рассказывайте, рассказывайте, чем больше вы рассказываете о наших продуктах, тем больше вы научаетесь сами, появляется уверенность, ну, и потом будут обязательно продажи. Всего доброго и до новых встреч. Вечером это видео будет на нашем украинском YouTube-канале. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok